МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Веселят других, они обычно закрыты, они сами по себе. Вот у вас так? Ну, отвечать. У нас, да, у нас я более закрытая, а он открыт. Он открытый всегда. Мы друг друга как бы... Инь и янь. Да. И получается, то есть... Дополняем. Сбудорашенный и более спокойный человек. Его успокаивая, он меня тормошит. Ну, то есть в жизни вы веселите, как в компании себя ведете? То есть это постоянно вас присутствует? Или вы устаете от этого? Или вам хочется спокойствия, хочется серьезных разговоров о политике и так далее? Ну, нет, о политике это вообще лучше не говорить это самое. То есть мы не интересуемся политикой по большому счету. А так, ну, как бы, ну, в компании, ну, опять же... По настроению. По настроению. Когда хорошее настроение, тогда и хорошая компания, и хорошая компания, тогда, конечно... Веселимся. Нила немножко, конечно, так, она немножко такая спокойный человек, а я такой более такой, как говорится, баламут. Как вы выстраиваете отношения дома и на работе? Есть ли какие-то у вас, может быть, правила или свои? Ну, мы стараемся дома, о работе не говорить, стараемся. Но все равно, как говорится, не получается. Как? Ну, мы работаем практически дома, вот живем. Мы живем, то есть мы практически 24 часа все время в работе. Сколько вы уже работаете вместе? Сколько вы знаете друг друга? Вот давайте... О-о-о! Значит, знаем мы себя еще друг друга еще со школьной скамьи. Мы учились в одном классе. Мы в одном классе учились. Но не с первого класса. Да, не с первого. Мы так попали, так что где-то с шестого класса, так мы познакомились. И потом, значит... Пошли в цирковую студию. В цирковую школу, да, в цирковую школу. Потом, значит, армия, потом... Потом семья. Расписались, да. Потом я уехал работать. Она дома с ребенком осталась. А как выбирали профессию? Вместе выбрали? Или вы как-нибудь поддались? Мне спрашивали еще в детстве, сказали, кем ты хочешь быть? Я еще... Меня всегда в школе называли клоуном. Он клоун был. Даже в платье называли. Говорит, сядь, ты не клоун еще. Он выходил к доске и серьезно рассказывал, что нужно. Все смеялись. Не знаю почему. А вы как? А я не так. Я скромная. Я всегда была скромная, да. Говорит, я вышла замуж за клоуна и тоже стала клоуном со временем. А, то есть вы уже поддались, так скажем. Да. Правда, что на арену вы приглашаете подсадных уток? Или это... То есть того, с кем вам удобно работать, кто знает и чего? Нет, значит, в советское время, в советском цирке всегда была такая... Это самая специальность, как он, подсадка. Не подсадка, а подсадка. То есть садился человек в каком-то ряду, кто-то, кто-то, и клоун работал на него. То есть он получал деньги. И сейчас, как говорится, настали такие времена демократические, и подсадок нет. То есть мы стараемся работать на людей, которые пришли на это самое. Когда люди приходят, выглядываем челочку. Люди заполняют, и я смотрю, допустим, на реакцию зрителей. То есть я выхожу, то есть этот человек мой или не мой. Пойдет или не пойдет. И практически процентов 90 я попадаю в точку. А каким критерием вы отбираете своего зрителя, так скажем? Как вам сказать? Это получается как-то... Я не знаю. Вот я посмотрю на человека, раз, два движения, я сразу вижу, мой человек на свой его раскрутить. Реагирует, не реагирует. Как он тот. Или, допустим, сейчас ты что-нибудь... Вот, и все представление. Вот он стекло, понимаете? То есть это, конечно, нельзя так это... То есть бывает, конечно. Это я сразу стараюсь этого человека. Хотя наша специальность такая, что мы, когда выходим на первую репризу, люди как бы стараются... Как бы смотрим, люди так немножко тяжеловаты. Есть такие категоры людей, когда палец покажешь, все, он будет полчаса смеяться. А есть, конечно, кочевые люди, которые... Вот это я, например, вы показали палец, мне смешно. Которых надо раскачивать. И вот наша специальность, допустим, у нас получается 5-6 выходов в программе. То есть вот когда в конце программы, нашей программы, именно так, клоунская программа. 5-6 это самое. Мы смотрим, что люди как бы это самое. Это значит, мы должны выполнить свою цель. Если нет, то надо менять профессию. А с кем тяжелее работать? Со взрослыми или с детками? Кто больше идет на контакт? Ну как, ну просто сейчас, надо тут у вас, у вас, в принципе, в Кишиневке... Дети все хотят, в общем-то, хотят. Мы как бы этот вызываем и взрослых, но у вас взрослые... Тоже хорошо. Они просто вспоминают, что они когда-то были детьми, и они ведут себя как дети. Да? Поэтому я вам серьезно говорю. Хорошо, да, у вас хорошо. Очень, очень хорошо. У вас контактная публика, очень контактная публика. То есть у нас... У нас не так. У нас не так. У нас зажатые. У нас немножко бывает есть, но немножко зажатые. У вас где? В Украине. В Украине. А какой город? Запорожье. Ух ты. А давно вы здесь, в Кишиневе? Ну вот мы нас пригласили, мы приехали вам на эту программу. То есть отработаем, поедем дальше. То есть у нас как бы жизнь на колесах. Получается, мы дома бываем только, поменяем вещи, проведаем родителей и опять уехали. Где вы изготавливаете одежду, шьете? То есть как вы сами себе или где-то приобретаете, покупаете? В основном сами. То есть мы где-то смотрим, допустим, какой-то интересный этот самый. То есть мы раз, что-то можно сделать. И, допустим, берем за основу, за основу что-то покупаем и добавляем. Расшиваем все сами. В основном, да. Есть, конечно, в нашем запорожском цирке. В запорожском цирке. Там швия, она специфически как бы швия, то есть она может шить костюмы для цирковых. То есть мы в нее заказываем. Дорого это все? Ну как вам сказать? Ну дело в том, что я бы не сказал, что дорого. Потому что мы цирковые, у нас свой мир. То есть мы друг друга, знаете, как цыганская почта, так вот это и цирковая почта. Тут в Кишиневе чихнул, и тебе в Киеве сказали, иду, будь здоров, понимаете? То же самое. То есть в Киеве, кто работает в Киеве, они знают, что мы работаем здесь. То же самое мы знаем, кто работает в Киеве, там, там, дело это, то есть как бы... Вы говорите свой мир у вас. Перестаете ли вы быть клоуном, когда вы ходите вот за пределы арены, так скажем? Ну, стараюсь, стараюсь, ну как бы... Получается, скажите честно? Получается, получается. Не, ну иногда, там, в магазине, там... Ну, почудить ее можно, да. Да, почудить, да, там, когда хорошее настроение, там, я запережу, смотришь, там, в магазине, там, или продавец, или там, то-то, то-то, там, или там, на рынке, там, и начинаешь, как бы, там, немножко так, ну, людям нравится, поднимается настроение. А есть, конечно, видно, что люди, ну, лучше тогда, как бы, человек, как говорится, не сыпь, не суй на сахар, то есть, так, понимаете? Скажите, а вас тяжело рассмешить? Вот вы привыкли веселить народ, а самое, что такое, самую смешную шутку, вот, последнюю, не помните, которая вас заставила прямо хохотать? Его сложно рассмешить, он так вот, да, как я говорю, чувак без юмора. Да, да. Его сложно. Хотя... Не, можно, но, как бы, там должно быть такое, как бы, я просто, как уже с точки зрения, как бы, вот, клоуна смотрю, как бы, то есть, как вот... Хорошо, а откуда тогда вы черпаете вдохновение, то есть, откуда вы, вы же сами ставите свои номера, вы же сами... Ну, да, где-то что-то как-то, нет, как бы, получается, некоторые номера сами, некоторые где-то что-то увидели и взяли, допустим, за основу. То есть, человек, допустим, сделал вот так вот, допустим, а мы не так стараемся не повторять, допустим, а уйти, как бы, немножко вот в сторону и произнести свой какой-то элемент какой-то. И получается, вот так вот получается. Хорошо, а самое смешное, что происходило с вами на арене, вот бывало так, что выходили за рамки сценария и как-то приходилось вам уже по ходу разбираться, то есть со зрителем может быть что-то такие, какие-то ситуации Да, было Расскажите что-нибудь интересное Когда мы работали, работаем, а первую репризу, ну первый номер, это не номер, а реприза, это первую репризу мы отработали, вторую отработали, в первом ряду сидела девушка Сидела девушка, а у нас просто есть такая дежурная, ну не дежурная, как бы так вот, заготовка, смотрю, она такая, ну сидит, не улыбается вот так вот, сидит просто, ну мы, знаете, когда люди улыбаются, мы как бы, мы и так, и так, ну не улыбается Ну мы взяли, значит, такой цветочек искусственный, вот один идет, допустим, говорит, девушка, возьмите, пожалуйста, цветочек, она типа, нет, 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 ну возьмите, пожалуйста, мой напарник, это самое Ну она только тянется в руку, а мы говорим, а она не хочет, понимаете, то есть И она уже И она как бы все, она как бы рассмешила, люди на ней тоже посмеялись, то есть как бы, и она уже немножко завелась, уже как бы пошло это самое Полегче Да, полегче пошло Если бы не цирк, то что? Можете себе вообще-то представить? Не знаю, я бы, наверное, у меня дед, дед был, у меня с детства водил водителя То есть я как бы и люблю ездить, ну как бы, правда, я на своей машине, то мы на своей машине ездим, как бы, то есть стараемся не летать, а ездить все время на своей машине Удобно все с собой возить, наверное? Да, 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 ну единственное, зеленые карты разные какие-то Ну это уже, да, не без этого Не без этого А вы, Нила, можете себе представить такое? Да не знаю даже Ну, я начинала совсем никак не цирковой артист Я работала на фабрике поначалу, на обувной Ну а замуж вышла и получилось, потащил меня за собой У меня была цирковая школа, я восстановила и пошла в цирк А так бы работала где-то на фабрике, в ателье Сколько вы уже работаете в дуэте? Именно работаете? Именно в дуэте? Да, да 20 лет Почти Поздравляю А сам я работаю? Не 20 получается, 18 с копеек, не 18 с половиной, где так А сам я работаю А сам это у меня как раз юбилей 30 лет В августе было, вот в августе, в конце августа я прошел в цирк, это 30 лет Скажите, а есть какой-то порог у вас определенный? То есть до какого времени? Или можно до последнего? Нет, 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 ну как бы у цирковой уже пенсия, допустим Она вот ей как бы еще надо до пенсии, чуть-чуть там Пару лет, да А я же, в принципе, я уже пенсионер А он же пенсионер Церковой пенсионер, да Ну а как же, дома сидеть? Ну, вы что? Ну, надо со мной дорабатывать Ну, там ни дома не сидится, то есть там можешь месяц посидеть и все сядет на работу Да А зрители, получается, вот как вам сказать, что такое артина? Ты выходишь на манеж, ты посылаешь свой импульс, импульс посылаешь, получаешь от зрителей ответ То есть ты еще заводишься еще больше, ты посылаешь еще больше зрителей, и получается вот это постоянный обмен вот этих, как говорится, флюидами, то есть от этого ты заводишься еще больше и хочется работать. Хочется работать, да, зовет, мне же зовет. Спасибо вам большое за беседу, я желаю вам таких же позитивных эмоций, я надеюсь, что наша публика продолжит вас заряжать позитивной энергией. Да, публика у вас классная. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Приходите к нам в цепь. Да, с удовольствием. Спасибо.